Добрый день, уважаемые зрители! Спасибо, что вы с нами. Автор 31-й книги на Ногайском и Русском языках, в своё время вышедших в издательство «Современник», писатель «Советская Россия», народный писатель Карачаева-Черкесии, заслуженный деятель культуры России и деятель культуры Республики Казахстан. Его имя вписано в энциклопедию «Лучшие люди России», которая вышла в 2006 году. Итак, сегодня у меня в гостях прекрасный писатель Исааса Юнович Капаев. Спасибо большое, Исааса Юнович, что вы сегодня посетили нас. Я всегда рада видеть вас. Вот должна честно признаться, я всегда с большим интересом, не поддельным восторгом читаю ваши книги, особенно ваша проза мне очень, особенно мною любима, разумеется, и ваши стихи тоже. Но вот хочу начать наш разговор с вашей почти последней книги, которая вышла в «Голос пресс» в Москве. «Ногайские мифы. Легенды и поверье». Очень она интересная, и особенно меня заинтересовал ее под заколовок опыт мифологического словаря. Получается, что вот до этой большой работы в вашей книге, как таковых, специальных работ и не было по этой теме, да? Вот как собирался, собственно, этот огромный прекрасный материал, и вообще на чем базируется мифология «Ногайцев»? Вопрос хороший. Отвечать, конечно, на него надо более широко. Ну, мифология любого народа – это интересно. Во-первых, мифология известна и литература, и фольклор, вот, и вообще это, наверное, миропорядок любого народа, вот, зиждется на мифологии. И этим интересна мифология. До этого не было, до такого исследования. Во-первых, надо было собрать вот предания, легенды. Это все собирал я на протяжении долгих лет. Очень многие легенды, вошедшие в эту книгу, они входили в мои произведения, я их использовал, вкраплял вот в повести, романы, рассказы. Вот оттуда тоже пришлось заново их вот включить в эту книгу. Ну, опыт мифологического словаря у больших народов, у тех, у кого есть академия, институты свои, разрабатывались эти мифологические словари. У нас, к сожалению, да и для всех, наверное, кавказских народов это очень трудно было сделать, потому что это группа людей, группа ученых должна была работать над этим. Ну, у меня так получилось, что вот на протяжении много времени я исследовал это, анализировал, сделал обобщение. И, ну, наша мифология в основном схожа с тюркоязычными народами. Ну, одновременно очень много у нас и кавказских сюжетов, есть и кавказских, потому что мы-то жили всегда по соседству со многими народами, и, значит, много, много сюжетов есть от народов Кавказа. Они тоже сюда вошли, но я это все отбирал тщательно, я не хотел, чтобы общеизвестные сюжеты здесь были, да. Например, нардские сказания, у нас тоже какая-то часть есть. Я их, конечно, сюда не включал. Да, они уже есть, отдельные имя, знаете, да. А я включал сугубо такое самобытное именно моего народа. А по вере вашего народа я, кстати, с удовольствием это все прочитала. И вот по вере о Луне мне очень интересно. Я сама тоже с большим интересом отслеживаю какие-то события, связанные с Луной. Вот почему у нагайцев вот такое поклонение, что ли, такое уважительное отношение к этому ночному светилу, откуда это вообще, собственно, по вере произошло? Ну, это, наверное, Луна, в общем-то, почитается многими народами. Да. Ну, у нас, да, у нас вот есть вот такое исключительное отношение. Это когда всходит новая Луна, и кто первым видел, видел это из детей, тому делали подарок. Вот, кроме того, вот полная Луна, связанная с разными мистическими представлениями. Вот, в полнолуние там проводились какие-то сеансы жрецов. Вот, циклы Луны влияли на организм человека. Это рождение ребенка, даже вот беременность тоже связана именно с циклами Луны. Вот, все это люди каким-то образом на это откликались, и как-то это выразилось в фольклоре, мифологии. Если сказать о том, что на нашем языке Луна Ай означает, это, ну, слова тоже такие упрощенные, тоже в этом, наверное, тоже большой смысл есть. Конечно. Вот, что так названо это светило. И с этим названием, в общем-то, имена, вот, женские имена, особенно очень красивые имена есть. Там Луна подобная, Луна ликая. Очень много имен в народе связано именно с именем этого светила. Это очень интересная книга. Я бы, конечно, ее посоветовала всем нашим уважаемым зрителям. Обязательно с ней ознакомиться. Очень интересно, очень богатый материал вошел в нее. И, собственно, вот вчера, когда мы с вами общались как раз на предмет нашей встречи, я вот впервые, кстати сказать, увидела этот литературно-художественный общественно-политический журнал «Берега», который выходит в Калининграде, и ознакомилась, разумеется, с его содержимым. Мне очень, кстати, вот понравилось очень много новых и неизвестных мне доселе имен. Прекрасные авторы, поэты. Хочу сказать нашим зрителям, что в прошлом году в этом чудесном журнале были опубликованы стихи моего гостя, народного писателя Иссы Юночка Паева. Какие стихи сюда вошли? Мы познакомились на международной конференции писателей. После знакомств просто попросила у меня, дай-ка я что-нибудь у вас переведу. Известная она своими пародиями, очень такие юмористического характера пародии, написанная на больших поэтов, прекрасно знает русский язык. И вот так, значит, я не все даже сюда, не все стихи вошли. Она отобрала вот с десяток и включила сюда. А журнал, вот, что стал выходить, и под названием «Берега», вот, что интересно. Помните, мы с вами делали передачу «Мои берега», да? Ну, разумеется. И вот здесь вот какое-то провидение, наверное, что я попал в журнал «Берега», да? А тут как раз имеются в виду «Янтарные берега», «Калининград». Это у нас передача была давно, наверное, лет пять назад, с вами вот это «Мои берега». А вот «Берега» в журнал попал в тринадцатом году. Да, видите. И, кстати, я должна вам сказать, я не знаю, тоже провидение возможно. Мне почему-то именно поэт Светлана Супрунова, я впервые, может быть, к моему стыду читаю ее стихи. Мне очень понравился ее стих «Я таких не видала окраин». И в «Прозе» мне понравился рассказ «Шоколад» Ирина Лучина, очень интересная. Вы не могли бы несколько строк нам прочитать, пожалуйста? И снова день уходит проще, Опять закат печально водит, И, крадучись, бродяга ночь, Незваной гостью в дом приходит. Земная скорбная ее доль, К слезам твоим приговоренные, Лишь на заре забуду боль, Как будто заново рожденные. Худое сердце подлечу, Воспоминания, как заплатки, Лицо под краном намочу, Я свежий, бодр, и все в порядке. Но снова день уходит прочь, Опять закат печально водит, И, крадучись, бродяга ночь, Незваной гостью в дом приходит. Иса Сейнович, вот вы знаете, я, кстати, листала и дневники ваших разных лет. Должна напомнить нашим зрителям, они были написаны еще в 80-е годы прошлого века. И вот, чтобы не ошибиться, я вот процитирую. В храмах и монастырях нашей страны молятся мыши. Нашему обществу очень далеко до Бога, оно не звергло Бога. Вот мне вот интересно ваше размышление о времени. Изменилось ли наше общество с тех пор? Каким вы находите наше современное общество в связи с этой означенной темой? Религия так в стороне была. И в это время я уже смотрел за этим в храмах и монастырях нашей страны. Молятся мыши, что не посещаем мы храмы, мечети. И это, конечно, беспокоило. Сейчас уже другое время. Сейчас, слава Богу, и церкви восстановили, много церквей, и мечети построили. Конечно, у человека должен быть обращение к высшим силам, какие-то идеалы божественные. Какой-то нравственный ориентир. Да, нравственные ориентиры. Поэтому, конечно, для меня тогда, в те годы, это было печально. И об этом я заметил в своих дневниковых записях. Больше мы стали откровеннее, стали разговаривать. Ну, с одной стороны, демократия появилась, но с другой стороны, вот, меня беспокоит то, что состояние литературы, отношение людей к книге, что меньше читают. Да, и все же в то время как-то с книгой мы, мы, в смысле, читатели, дружили. И постоянно книга была неразлучна. А сейчас вот это в меньшей степени. Общество к этому опять придет. Сейчас просто такое нагромождение вот новизны всякой, поэтому люди как-то вот уперлись, ящик на экран. А все равно время приходит, когда надо со своими мыслями с собой разобраться. Это любому человеку надо. Это и с возрастом, и в молодые годы это проходит. И люди, я думаю, вернутся к художественной литературе, особенно к классике. Сегодня на книжном развале, конечно, такой хорошей, качественной литературы все-таки маловато. Будем надеяться, что это положение тоже изменится. Исас Иванович, вы, я вижу, принесли к нам в студию чудесный художественный альманах. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о нем, каково его содержание, что туда вошло. Возможно, там и ваши произведения какие-то вошли туда. Тюркский альманах, он готовился к саммиту в Кыргызстане, саммит евразийских государств, в котором участвовали Россия, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Турция. И вот выпустили такой солидный сборник представителей государств, говорящих на тюркском языке. Ну, Россия, в России тоже много тюркских народов, и здесь очень много авторов. Сюда вошли, опять-таки, вошли произведения, легенды из сборника «Ногайский миф» и «Легенды поверья». Они вошли, и я даже удивился, когда эту книгу в руки взял. Я такую тяжелую книгу еще не держал в руках. И здесь вот на одной из страниц, вот далее они, наверное, даже самая объемная публикация, это вот моих произведений в этом сборнике. И, конечно, на такой бумаге, с таким оформлением. Это меня очень сильно поразило и приятно, импонирует. Поэтому ношусь с этой книгой. Хочу, чтобы увидели, чьи читатели, друзья, знакомые. Вот сегодня тоже поэтому принес. Да, чудесный. Вообще, конечно, альманах. Очень хочется мне тоже его полистать, когда мы с вами уже выйдем за пределы студии. С большим интересом, перечитывая ваши книги, особенно те, в которых ваши миниатюры, эссе, в общем, в сборнике «Маниста» особенно. Мне вот всегда такое ощущение складывается, читая ваши произведения, что нечто подобное, нечто подобное, схожее с этой ситуацией, оно прожито или прочувствовано именно вами. Ну вот, скажем, вот фабула рассказа «Сказка о лисе и дружбе». Всем известен этот сюжет о том, что лиса, она хитрая, всех перехитривает, в общем-то. На ваш взгляд, могут ли, скажем, дружить, в философском смысле, конечно, этого слова, лиса и волк, волк и медведь? Вот, как вы полагаете, мне интересно услышать вас. Забавный вопрос, но отвечу. Относительно человеческих отношений тоже. Ну, могут дружить, конечно, и медведь с волком, и… Ну, здесь лиса, конечно, она, наверное, поэтому и любима всеми народами. Вот ее хитрость, фольклор всех народов подчеркивает. Конечно, и лисий характер вот в человеке присутствует. Поэтому отобразилась вот в легендах, в сказках. Могут дружить, могут, но лиса остается лисой. Поэтому ее так мы отмечаем в фольклоре. И даже в художественных произведениях очень много, наверное, людей с лисьим характером. Да, встречаются, да, и люди такие тоже. Не могу, конечно же, вот не спросить вас о прошедшей совсем недавно, в мае, первой международной конференции на Гайце и 21 век. Вот мне хотелось бы услышать вот какое-нибудь сообщение научное, или, может быть, какое-то рассуждение за круглым столом, которое вам было особенно интересно, то, что вы для себя открыли вот на этой конференции. Ну, это произошло, конечно, в мае месяце грандиозное событие и для нашей республики, и для нашего народа, и в российском масштабе. Никогда столько ученых вот не приезжало к нам в Карачаево-Черкесию. Вот, и встретили достойно во власти. Сам президент был на открытии темрезов, и остальные тоже участвовали вот от начала до конца, чтобы хотели, чтобы наша республика понравилась гостям из Турции, из Казахстана, Азербайджана, из российских регионов. И поднимались вопросы, может быть, для нашего народа очень важные, потому что мы рассеяны, как и многие народы Северного Кавказа, рассеяны по всему миру. Вот, наши представители нашего народа живут сейчас и в Германии, и в Голландии, в Турции. Вот, и даже вот присылали работу из, значит, из Китая. Вот, это провинция, о которой сейчас много показывают, провинция уйгурская, где живут уйгуры, там, оказывается, сохранились мечети, которые называются Нагайскими мечетями. Вот, интересно, мы фактически свою вот эту большую историю мало знаем. И вот поведали очень много интересного представители из Турции, потому что большая часть все равно нашего народа там находится. Вот, они нам много интересного поведали. А также интересны были доклады народов, соседствующих с Нагайцами, вот, из, значит, наших вот и ближних республик, из дальних республик России. Они тоже нам очень много интересного рассказали. Это, само собой, мы много узнали. Ну, такой видный профессор, русский историк, ну, он сам многоевед, вот, Вадим Винцерович Трипавлов был, вот, мы, конечно, восхищением были от него. Это он очень много монографий написал, вот, известен хорошо в Академии наук. И его присутствие, конечно, украсило эту конференцию. Ну, кроме того, зарубежные, я уже о зарубежных сказал, исследователях, хотя там наука, наверное, меньше развита, чем в России. В России все равно, может быть, на гаеведении не очень-то слабо, но именно тюркология, конечно, самые крупные ученые-тюркологи все равно работают в России, вот. И им было интересно познакомиться, вот, с тюркологами из других, из России. Спасибо вам большое, Исас Юнович. К сожалению, временем в эфире мы ограничены, но я надеюсь, что наши встречи будут продолжаться. Большое вам спасибо, что пришли, поведали, поделились своими мыслями, размышлениями о себе, о времени, о жизни. Вам, уважаемые зрители, я только хочу напомнить, сегодня у меня в гостях был народный писатель Карачаева-Черкесии, заслуженный деятель культуры России Исас Юнович Капаев. Я желаю вам всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok